Жители областного центра стали замечать, что весеннее половодие в последние годы перестало соответствовать своему названию. Да и специалисты фиксируют весьма низкий уровень воды в главной реке региона Оке. Весной на некоторых участках водной артерии уже не могут пройти большие суда. Перестало даже затапливать пойменные луга вблизи Рязани и дорогу к известным, страдающим от разливов поселкам Заокскому и Коростову. Вывод, который сразу же напрашивается у обывателей один. Главная речная артерия региона мелеет. Рязанец такой человек, что чуть что, сразу у него опасность. То глобальное потепление климата, то похолодание, то обмеление Оки. Перед нами нормальный природный процесс. Бывают годы большего количества осадков, бывают годы меньшего. Дело в том, что центральная полоса России расположена в тех условиях, где главный объем воды в реке поставляет снег. Снег выпадает зимой, затем в течение весны тает и запитывает грунты. В грунтах талые воды содержатся довольно долго и постепенно, постепенно в течение года сбрасываются в реку. В том числе и летом. Летние дожди, особенно уровня воды, не добавляют. Как считают рязанские ученые и географы, опасность обмеления Оки, да и других рек региона весьма преувеличена. А причина понижения уровня воды имеет исключительно естественные причины. И к тому же это циклический процесс. Этот режим не вечен. Он обязательно прекратится и, я думаю, на следующий год нас ждет нормальное половодье на реке Оке и ее притоках. Но раз не было половодья, значит, прежде всего не было того объема снега, который Тая отдал бы воду в реке. Специалисты считают, что несмотря на цикличность и естественность процесса, людям все-таки стоит заботиться о руслах рек. Ведь река в своем течении вместе с водой несет большие объемы ила и песка. Эти массы оседают в узких местах и создаются, выражаясь автомобильным языком, пробки для судоходства. Ну а поскольку небольшие массы снега весной приводят к засушливой погоде, то важнейшим советом станет лишний раз не разводить костры на месте отдыха. Хотя в сложившуюся сейчас погоду такой совет, наверное, уже не особенно актуален.